В процессе съемок я пришел к одному очень простому выводу. Дело в том, что мне не получится впихнуть невпихуемое. Вы знаете, что у меня обычно ролики небольшие, там 12-10 минут. И за это время я стараюсь вам рассказать кратко, но не потеряв суть, о тех событиях исторических, которые мне интересны и которые чуть-чуть подзабыты. Но в этот раз я это сделать не смогу. И поэтому будет вторая часть этого видео, которая выйдет буквально через 2, может быть 3 дня после выхода первой части. Мне придется ее разбить для того, чтобы вам было более удобно воспринимать все эти перипетии общественного транспорта Пензы. Салам пополам земляне! земляне с вагинами, транссексуалы, асексуалы, пансексуалы, гендер-квиры, ну и прочая нечисть, которая будет смотреть это видео. С вами Кэмил. Вот тут мне попалась одна любопытная книжонка, называется «Все о Пензе». Это такой справочник, который посвящен 335-летию города. И листа его, но все-таки интересно вспомнить, 90-е-то лихие, наткнулся на маршруты транспорта. И вот я подумал, а почему бы нам сегодня с вами не вспомнить о том, какой был транспорт 90-е годы. На чем мы ездили и как мы ездили. И, конечно же, сравнить с тем, что сейчас и прикинуть, как может быть в будущем. Я вам предлагаю отправиться в это удивительное путешествие. Поэтому запасайтесь попкорном, наливайте себе кофе, чай, вино, водку, кому что нравится. И мы отправляемся в новую серию верблюжьей истории. В уже далеком 1998 году маршрутная сеть общественного транспорта фактически повторяла собой то, что осталось канувшим лету за 7 лет до этого года Советского Союза с небольшими изменениями. Город немножечко вырос в Арбеково, буквально там на один квартал. Поэтому маршрутная сеть автобусов чуть-чуть удлинилась. Так вот, всего на тот момент было 41 маршрут автобуса, 11 троллейбусов и два вида сезонного транспорта. Это речной трамвай, который ходил от Бакунинского моста до Барковки и подвесная канатная дорога. Это, кстати, тоже ее можно считать как вид городского транспорта. Ну, давайте начнем по порядку с автобусом. Основную часть автобусного парка города Пензе составляли два вида автобусов. Это были либо венгерские икарусы, либо наши автобусы Литинского автобусного завода, которые более известны в простонародье как скотовозы, либо луноходы. Что касается венгерских, конечно же, они эстетически смотрелись гораздо лучше наших. Они были либо одинарные, если ходили не на большие расстояния, либо сочлененные, так называемые папа-мама, если они ездили через весь город. Но, было одно но. Зимой в икарусах было реально очень и очень холодно. Из-за того, что большие стекла, все-таки Венгрия страна, ну, более теплая, нежели Россия. Поэтому зимой, особенно при температурах меньше 12-15, простите, не меньше, а ниже 12-15 градусов, находиться в таких транспортных средствах было очень и очень неудобно. Как я уже вам сказал, спаренные автобусы использовались либо для поездок через всю Пензу, как, допустим, автобус по маршруту номер один, который ходил с новозападной поляны, через центр города до Шуиста, до второй медсанчасти. Либо одинарные. Но эти автобусы, как правило, выполняли короткие рейсы, расстояние которых не превышало 10-11 километров. Например, 21-й автобус, который выходил с той же самой новозападной поляны, заезжал на Пензу первую, а потом от Пензы первой шел через город и снова возвращался сюда. То есть, в принципе, больших расстояний он не делал. И было очень хорошо заметно, когда ты стоишь, ждешь, если ты видишь длинный автобус, то, скорее всего, это первый. А если короткий, то это либо тройка, либо 21-й, что весьма и весьма было удобно. Ну, а луноходы в основном использовались для поездок в полусельские районы, в отдаленные. Допустим, поселок Монтажный, автобус номер... Какой же там автобус-то ходил? 11-й. Он как раз ездил туда именно луноходом. А также на Барковку. И еще по некоторым отдаленным местам города Пензы колесили как раз вот эти вот самые автобусы. Но уже в луноходах было зимой гораздо теплее. Потому что меньше окна, лучше теплоизоляции. И производились они именно в том климате, где и использовались. То есть, в средней полосе России, либо на севере, где, как известно, температуры зачастую бывают гораздо ниже нуля градусов. Что касается троллейбусной сети, то она в основном проходила через центр Голорда. Либо связывала Арбеково, как тогда говорили с 4-й микрорайон, с, допустим, с Пензой 3-й, с Терновкой. Либо, это единственный настоящий момент, сохранившийся маршрут в том виде, в каком он был, это троллейбус номер 8, который ездил с западной поляны, по улице Карпинского, проспекту Победы, заезжал в заводской район и снова возвращался на западную поляну. Конечно, сохранился еще один троллейбусный маршрут, который, в принципе, похож, но троллейбусов там сейчас крайне-крайне мало. В основном ездят маршрутки. Это первый маршрут, который выезжает с компрессорного завода, едет через заводской район, мимо автовокзала, и на правый берег реки Суры. Но, в любом случае, троллейбусы, как и автобусы, сходились, в принципе, в центре города для того, чтобы из центра забирать людей и разводить уже по своим домам, либо по предприятиям, которые находились на окраине города. Еще раз вам, мои друзья, напоминаю, что к 98-му году, в принципе, та самая транспортная сеть, которая была на развале существования Советского Союза, продолжала существовать вплоть до начала 99-го года. Кстати, друзья, прежде чем мы пойдем с вами в 99-й год и будем вспоминать, что происходило в сфере пензенской политики, общественной жизни, и в дальнейшем это серьезно повлияло на развитие общественного транспорта, я хочу пресечь грязные инсинуации в отношении своей памяти. Точнее, остатков того, что я еще не пропил, хотя к этому стремлюсь. Так вот, в самом начале я не упомянул о таком виде транспорта, который называется маршрутное такси. И сделал это совершенно не по забывчивости. А все дело в том, что маршрутки большой роли в перевозке пассажиров в городе Пензен не играли. Они были просто каким-то вспомогательным инструментом. Основу же составлял, как сейчас говорят, транспорт большой вместимости. Поэтому маршрутное такси я не упомянул сознательно. О нем речь пойдет немножечко позже. Ну, а в 1999 году в Пензенской области уже начался именно тот самый перелом, который привел к тому, что мы имеем сегодня. Началось все с того, что резко увеличилось количество микроавтобусов, маршруток. В основном стали появляться уже новые газели, которые клепал, как горячие пирожки, горьковский автомобильный завод. Ну, и также оставались микроавтобусы Рижского завода, которые доживали свой век. Почему доживали век? Потому что РАФ накрылся женским половым органом, и каких-либо новых деталей, запасных частей не поступало. Поэтому от времени РАФики выходили из оборота. Ну, и к тому же, газели вмещали гораздо больше, почти в два раза. 13 против 7 человек. Сами понимаете, конкуренцию по такому раскладу составить очень и очень тяжело. Ну, и не стоит недооценивать личность выпускника Марийского политехнического института по специальности инженерно-лесного хозяйства. Как вы поняли, я говорю про нашего губернатора, этого забавного лесного карапуза Василия Кузьмича Бочкарева, у которого тут же, прямо тут же оказались гениальные просто родственники, в плане бизнеса они были гениальны. И постепенно началось прибрание к рукам всех отраслей экономики, которые приносят хоть какой-либо доход. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? В том числе и пассажирские перевозки. Ну, вот как раз об этом и еще о многом другом я хотел с вами поговорить во второй части нашего исторического путешествия. Давайте мы так, наверное, и сделаем. А на этом первую часть закончим. В общем, как традиционно, берегите себя. С вами был Кэмл. Увидимся. До новых встреч. Первый кончик. Обеденный перерыв.